Протягиваем выпуск. Отказать на хвалюющее питание и рассказать про дальнейшее развитие Галины. Министр энергетики Беларуси Виктор Коранкевич сегодня наведал Светлогорскую ЦЭЦ, как встретиться с коллективом и представить нового руководителя предприятия. Под обязанностью в материале Ганны Коральчук. Светлогорская ЦЭЦ – одна из старейших буйных электростанций белорусской энергосистемы. Ее увели в эксплуатацию в 1958 году. Сегодня объект забеспечивает теплом не только жахару Светлогорска, а и два великие промысловое предприемство – Светлогорский целлюлозно-кордонный комбинат и Светлогорск-химволокно. Дорогие, Светлогорская ЦЭЦ – одна из станций у белорусской энергосистемы, которая частково работает на местном палеве – природном с подорожным газом, который складывает больше 40% в объеме споживания электростанции. На объекте работают 530 человек, и сегодня у коллектива появился новый керавник. Вадим Толкач работает тут с 1996 года и прошел шлях от электромонтера до начальника цеха. Подчас его назначения на посаду директора, министр энергетики пожадал угодно справиться с выкликами и показать высокие выники працы. Сродпытания, с которыми до Виктора Коранкевича звернулись супрацовники ЦЭЦ, уведение медицинского страхования, субсиды на жилье и дальнейшие перспективы развития энергетики Беларуси. Конечно, волнуют вопросы и вот Белорусской атомной электростанции, будут ли обеспечены надежные потом работы здесь же этого объекта. Конечно, этот объект, он создан для выполнения основной цели – это теплоснабжение. На этом объекте производится самая дешевая электрическая энергия. Поэтому этот объект будет, будут проводиться дальнейшие модернизации и объектов генерации, то есть того оборудования, которое здесь находится, будут проводиться и модернизации тепловых сетей с целью снижения технологического расхода на их транспорт в сетях. А в конечном итоге это дополнительный источник для повышения доходности или заработной платы людей здесь на предприятии. Далее гости отправились у подразделения предприемства, как доведаться, как организованы працовные места и технологичный процесс. В 2000-х годах Светлогорскую ЦЭЦ значно модернизовали, повыдавали оборотную систему техничного водозабеспечения и оборотного остуджения, обсталевания турбинного и котельного отделения. Усталевали автоматизованный контроль за выкидами забручевальных речев и парниковых газов. В ближайший час смена у працы предприемства не плануется. Однако «Гомелэнерго» протягивает планомерную деятельность по интеграции системы в работу БелАЭС. У нас введен первый объект на Гомельской ТЭЦ-2. У нас введено было два котла, два по 40 мегаватт. Это в 2016 году мы еще ввели эти объекты. Это был вообще первый, на котором отрабатывался полностью механизм для всей беларусской энергосистемы. Сегодня, в конце июня, введен в эксплуатацию еще один объект, это Черниговская котельная, 16 мегаватт, два котла установлены. И мы планируем в третьем квартале завершить работу и ввести еще один объект на Рогачевской котельной, два котла по 20 мегаватт. Установка электрокотлов дозволит регулировать минимальную нагрузку энергосистемы после запуска БелАЭС. За лишняя тепловая энергия в ночный час будет назапашиваться в баках-аккумуляторах горячей воды, а у дзенны отпускаться с пожилцам. Ганна Корольчук, Валера Гопанько, телерадокомпания «Гомель» с Светлагорска.